Диким котам из Вилановой перейдём. 43-й Левачёв Пётр. Виланова Wildcats. И ребят из олдскула. Wildcats в красно-синей форме, олдскул в чёрно-белой. И вот уже милая игра. Ну, Wildcats, я уже упоминала, они славно бегают по паркету и успевают и в атаку, и в нападение возвращаться. Возрастов, можно сказать, потому что олдскул всем своим видом, в плане названием даже тоже говорят, про то, что они уже давно в том ключе тоже победить. Дорога молодым или олдскул тащит сегодня. И посмотрим. уберёт ли он эту сократительную... Да, он сокращает. Увеличит этот разрыв. Посмотрим сейчас, как будут обстоять дела. Трёшка! Левачёв Пётр забивает. Может быть, был смысл сделать скидку на партнёров на трёхе и забыть трёшку, чем играют друг с другом. То к одному кольцу прибегут, то к другому. Трёшка! Не получается забивать у олдскула. Пока так. А вот у недосекли гимназио. Пока забились под игроков и под кольцо, но файнали они разрывают порочную цепь незабитых и всё ещё... всё ещё... Ну, всё ещё играют. Всё ещё здесь, на паркете. Делают какие-то быстрые... Вон, переклад хороший. Но забьёт ли он? Да, файнали. Вот, Артём, здорово, что ты зашёл. Олдскула начали забивать. Вот. Так, но тем временем, кстати, у олдскула больше нет опции замены, потому что там одному игроку не спортивный. Чуть все столпились в одну сторону. Ай, не забивает... Нет, забил, сори. Мне как-то... Не знаю. Хочется поболеть, конечно, и за ту, и за другую команду, но олдскула просто прекрасно начали. Всё, у них было замечательно. Такое негласное правило, что вот не забиваешь, что и забьют себе. Бам! Трёшка! Три бросать, но... Да, да, но бросает. Трёхочковый. Это было что-то похожее на флоттер. Бай и... Сейчас ТСК пока... Это просто трёхочковый. И... Недосик и Геннадий. Сейчас мы видели эрболки. С трёшки. Хорошо, что он сделал скидку хотя бы на коллегу. И, ну, finally, забивает... В этот раз они что-то сказали. Конечно, у них не такой большой процент неточности, как у олдскула, но все же сейчас уже ЦСКА просто разыгрывает мяч в своей органике. Был хороший. Им бы забить, вот им бы забить, потому что разница в очках-то, да, круто, забивает. Мы все соглашаемся, ну, как минимум те, с кем мы сейчас общаемся в комментариях, вроде никто не писал каких-то противоречий из Wildcats. И сейчас олдскулы разыгрывают мяч. И, да, и забивают еще плюс два, до какого Ладько и Вильданова, Егуревича. Ну, класс, перечислила весь состав, я понимаю тебя. Это интересная игра, и из которой соглашаются с комментаторами, что кошечки красавчики. Так, Лера говорит, что за всех, что они все лучшие. Я болею, сейчас вообще с вами так приятно общаться. Я помню, что, я помню вас с прошлой игры, вы тоже болели, и это очень круто, что вы смотрите матчи своих друзей. Так, ну и пока мы тут общались, общались с комментаторами, пацаны кидали, конечно, ребята, нормально так, очков друг к другу. Так, и трешка со стороны Wildcats. Фамилия удаленного. В перерыве посмотрю протокол, скажу, какая фамилия. Мир пишет, что, ой, что вы меня тоже, дикие кошки, конечно, быстро убегают в атаку. И здесь надо прям торопиться, чтобы их обогнать. Ну и это получилось у олдскула. На ноль, ай-яй-яй, ну и это перехватили. Нам, конечно, я говорила, что они хорошо и друг друга чувствуют на паркете, но бывают все-таки иногда какие-то необдуманные. Так, Никита Григо пишет, привет, все молодцы. Олдскулом приедем полноценным составом. Будет, думаю, будет еще не увереннее себя ведут. Но олдскулы тоже умеют играть в баскетбол. Тоже умеют. И вот классный Илья за штрафного броска не получилось у него забить. Хорошо разыгрывает и забивает, известно. Не залетает, а нет, два броска. Так, один не залетел, а второй. Второй, да. Успех на паркете. Вот, поделись, пожалуйста. Потому что я приверженец такой, не знаю, kinda джентльменской. Палил жестко на парня из Wildcats и, в общем, удалили его. И теперь из-за такого поведения ребята из олдскула играют в баскетбол или в самой игры. Так, Никита не понял, что за ситуация была. А потом вроде бы понял. Никита палил. Так, тут зависла трансляция. Сейчас выясним. Тут трансляция зависла. Вот. Трэш-топ, конечно, не послушаю. Вряд ли его будет в эфире слышно. Или там с комментаторского стульчика. И еще один тоже у него залетает. Кстати, но получается все-таки битва по коленям. Как ни странно, есть все-таки вот это противостояние олдскула и диких котов юных. Потому что разница. Я 20-й номер, о котором, кстати, упоминали в комментариях. Сравнивает счет. 48-48. 4-30 остается до конца игры. Ну, вот интересное стремление победить. Стремление победить. И не видит, ребята, своих соперников. И готовы они к тому, что будет в жесткий контакт. Сфалили. Причем свалил наш любимый Козлов Николай. И вот сейчас, интересно, остается меньше минуты до конца. Главное, чтобы завтрашку вышел повтор вчерашней игры, пишет Никита. Мира тоже подтверждает, что страсти происходит. Какой кошмар, да? Штрафные. И еще раз попадает. И осталось 30 секунд от защищаться. Но и Wildcats осталось 30 секунд для того, чтобы забить трешку. Но уже тогда осталось 30 секунд для того, чтобы забить трешку. Но уже тогда будет овертайм. Не знаю, не знаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, чем все закончится. И 14 секунд остается до конца четвертого тайма. 53-53. Причем он там прям чуть ли не из-за кольца и из-за аута как-то вылетал. Забивал. Ой-ой-ой. Опять. Опять уронили. Да, 20 секунд остается на атаку у Oldschool. Это что? Еще один номер. Забитый будет считаться вообще за какой-то нонсенс и новость. И вот мы и слышим, как радуются ребята из Wildcats. Забитому плюс два. Как это все имя? Wildcats. Лера пишет, не сдавайтесь. Мира говорит, кошечки, до последнего боритесь. Давайте посмотрим. Ах, трешка от Oldschool. Так, и пока разница два очка. Чуть-чуть-чуть не теряет. Бам, классен Илья. Трешку бросает. В итоге Oldschool забивает еще два. Считает Oldschool. И, ну, это, конечно, жесткое противостояние сегодня было. Поздравляю всех болельщиков и Wildcats с победой. Поздравляю Oldschool с крутой игрой.